Итак, ваша задача сейчас взять одно желание, любое, с учетом плюс 30% от того, что вы уже достигнуто. Затем, мысль-стоп создать. Как создается мысль-стоп? Ну, можете прислушаться к чему-то. Важно, чтобы мысли в голове остановились. Затем, в этом состоянии мысль-стоп, начинаем формировать картинку уже исполненного. Затем к этой картинке добавляем «хочу-хочу-хочу». И как только вы ее представили в 3D и «хочу» и в мысль-стоп, ну, дайте мне каким-то образом знать, что вы уже ее у себя в голове создали. Затем я сделаю что? Аум. Волну бытия. И ваша задача отследить, в какой момент времени этот ваш информационный модуль из головы у вас исчезнет. Вот и все. И когда он исчезнет, вы просто поднимете руку, дадите знать. А я буду продолжать читать Аум, пока у всех не исчезнет. И это будет означать что? Совершенно верно. Ваши желания пошло в исполнении. Ну, вообще, это упражнение такое. Вот вы сели, дальше что сделали? Записали свои желания. Там, 12, 13, 15. Любые, которые у вас есть. Записали. Дальше что сделали? Проверили на идентичность. Так, первое. Да, второе. Пятая, на шестой, на седьмое. Нет, например. О, так, учеркиваем. Значит, какое-то это 13-е, 14-е добавили. 15-е. Так, все, сделали. На идентичность проверили. После этого. Альфа уровня. Первое желание. Представили картинку. Хочу. И так, 12 прошли. Вначале у вас будет уходить на это минут, наверное, 15-20. Плюс-минус. В зависимости от того, сколько их здесь будет. Потом 7 минут, потом 10, 5, 6, 4, 3, 2, 2, 3 минуты, 4. В течение дня будет уходить на реализацию этих. С желанием. Давайте я потом это объясню. Это на 2 минуты. Будет работать, а на 2. Ну, хорошо, я объясню, хорошо? Объясню. На уровне такого простого объяснения. Например, берем бизнес. Ну и как утверждают наши отдельные личности, там есть конкуренты. Ну да, конечно, есть конкуренты. Соответственно, у нас есть желание свои иметь 100%. У них есть желание в том же рынке с теми же клиентами своих иметь 100%. Соответственно, есть два вектора, которые сейчас встретились как прямо противоположные. Когда я создаю картинку желания, желание идет в исполнение. Например, это желание упирается в вектор какой-то серьезной противостоящей силе. И представим, что эта сила сильнее, чем квант моего желания. Что это будет означать? Она поглотит. Не, она не поглотит. Желание, если оно не реализовывается по закону кармы, возвращается к своему исполнителю. Соответственно, этот вектор, по которому шло желание, он заблокирован. Препятствие. Ну, как плотина, на реке. А если есть несколько, то идет, да? Вот, совершенно верно. А когда мы делаем 12 желаний, ну, приблизительно это, ну, вот я написал там, 12 разных векторов. Что это означает? Если этот вернулся назад, то он пошел со вторым... Уже усиленном режиме. Уже усиленном режиме. Например, второе тоже наркнулось на сопротивление какое-то. Они вернулись вдвоем. Потом вы третье начинаете сгнать. Натолкнулось на сопротивление, но пробило сопротивление. То есть все три ушли в исполнение. Четвертое, пятое, точно так же. Например, шестое натолкнулось на сопротивление. Вернулось назад. Пошло с седьмым. С восьмым, с девятым, с двенадцатым прошло, например. То есть таким образом мы запускаем все желания, независимо от... Вы знаете, что сила действия всегда прямо пропорциональна. Этот закон физики никто не отменял. Силе противодействия. Поэтому мы находим способ, как все равно достичь своих целей. Это просто один из способов. И чем больше вы просите, тем больше вам... Отдают. Совершенно отдают. И тем в большей степени ваш потенциал усиливается.